Сегодня в Чубоксарах начались военно-спортивные лагерные сборы «Патриот». В казармы заглянули Ольга Пырочкина и Игорь Зверев. Армейская дисциплина начинается еще до того, как ребята разберут вещи. В ближайшие дни им придется провести на казарменном положении. Мы сейчас находимся в казарме, где ребятам предстоит жить целых 10 дней. Мы посчитали количество кроватей, в каждом ряду их 10, и плюс нижний и верхний уровень. То есть здесь будут жить сразу 40 человек. Ну, настоящие армейские условия. Сотовые телефоны и интернет в программу сборов не входят. Однако никто из ребят не променял бы возможность прыгнуть с парашютом или научиться рукопашному бою на соцсети. Ежегодно в летний сезон проводится несколько смен по 10 дней, в которых наши школьники участвуют. Это и строевая подготовка, это изучение устава, это и парашютная подготовка, огневая подготовка и другие виды деятельности, которые воспитывают и из мужчин именно будущего защитника Родины. К концу смены этих самых будущих защитников родители не узнают, обещают опытные педагоги. Команда была сновейсь. Принимают стрывая стойка. Пятки вместе, носки в рост, подбородок приподнят. Вот, тяжеловато в первые дни. Давай, давай. Нравится мне с ними заниматься. Так вот, из, как вам сказать, недисциплинированных делаем дисциплинированных. Нужно, как бы сказать, строго, но, ну и шутить почаще с ними. Уже второй год в лагерь приезжают и девушки. Для них отдельный взвод. Песню забежь, байк! Разветали ямлони и груши, Попыли туманы над рекой. Взвод отдельный, а программа общая. У Кристины папа военный. И к концу смены она тоже хочет мастерски управляться с винтовкой. Это очень сложно. Непривычно такое держать. Тяжело очень. Руки напрягаются. Не спина. В первую смену в Патриоте отдохнут более 150 детей. На это из городского бюджета выделили 2 миллиона рублей. Вторая смена стартует 14 августа. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев. Республика.